Больше парковок, мест отдыха и зелени. В Оренбурге на этой неделе обсуждали, как будет выглядеть идеальный дворик. Над задачей бились лучшие архитектурные умы города. Они разработали проекты дворов будущего. Всего же на благоустройство в этом году по федеральной программе область получит 600 миллионов рублей. Так какие они, идеальные оренбургские дворы? Мнение экспертов выслушал Виталий Сапожников. Типовой оренбургский дворик из архитектурных форм, детская площадка с горками и качелями, рядом с подъездами лавочки, ну и небольшая парковка, которая, кстати, не пустует даже в разгар рабочего дня. И такой минимальный набор есть практически в каждом оренбургском дворе. Но этого, по словам экспертов, уже мало. И придомовые территории должны приобретать более современный, а главное, универсальный внешний вид. Пока же основной упор в любом дворе делается на маленьких детей. Обязательная детская площадка – непременный атрибут придомовых территорий, что в корне неверно, по мнению архитектора Георгия Проскурина. В современном дворе место себе должен находить каждый. Формально как бы все есть, но если говорить о структуре всего того, что мы имеем, оно не соответствует действительно запросам. То есть парковка есть, но она не упорядочена. И все это отмечают. Площадка как бы есть, но эта площадка, она для детей вот прямо самого младшего возраста, там до 4-5 может быть лет. Но установка архитектурных форм не решит фундаментальную проблему оренбургских дворов – тотальную перегруженность автомобилями. Отсутствие парковок – настоящий бич современного Оренбурга. Вечером, если после 19 часов приезжаешь, порой да. Потом вот у тех жильцов того дома, у них еще круче эта проблема. Во дворах домов еще советских времен постройки проблема парковок стоит особенно остро, ведь проектировали по одним нормативам, а жизнь диктует совсем другие. Стандарты благоустройства дворов у нас перекочевали с советского периода. То есть вот последние стандарты, такие фундаментальные, это 1989 год. Мир давно ушел уже вперед, мы по-прежнему как бы остаемся на тех стандартах. Все эти проблемы обсуждало на неделе архитекторское сообщество города. В госуниверситете прошел конкурс на лучший проект по благоустройству придомовых территорий. Предлагали варианты, казалось бы, нерешаемой проблемы парковок. Есть варианты устройства наземных парковок, просто переформатируя, перераспределяя парковочные места как-то. Кроме того, вот сейчас одна из модных тенденций – это вынос парковок за периметр двора. Впрочем, все это пока в планах. Проект еще нужно отработать, а сметы утвердить. Самый главный приоритет – двор должен устраивать всех. А вот добиться такого согласия всех жильцов – проблема. Например, мы вроде бы как из лучших побуждений делали баскетбольные площадки, а так получалось, что иногда люди выходили, отпиливали кольца. Почему отпиливали? Потому что баскетбольный мяч стучит, спать невозможно и все остальное. Хотя баскетбольный мяч, наверное, это лучше, чем группа людей, распивающих спиртные напитки. 600 миллионов рублей – такую сумму в этом году Оренбуржу предоставят на благоустройство придомовых территорий. Часть денег федеральные, часть областные. Если средства удастся успешно с умом освоить, то можно будет побороться с другими регионами за транши в последующие годы. По результатам 2017 года будут определены победители в Российской Федерации. И уже в программу 2018-19-20-21-22 попадут уже только регионы-победители. Поэтому такое пристальное внимание к этой программе. Мы, конечно, как правительство Оренбургской области в ней будем активно участвовать. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев. Наше время.